К 20 годам колонии приговорили бывшего участника СВО из-за поджога кафе в Костроме, повлекшего гибель 13 человек. Второй западный окружной военный суд признал 23-летнего военнослужащего Станислава Ионкина виновным в убийстве двух и более лиц, в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, в умышленном уничтожении имущества из-за хулиганских побуждений, а также в хулиганстве. По версии следствия, в ноябре 2022 года Станислав Ионкин из-за ссоры выстрелил в своих оппонентов из ракетницы, но попал в отделанный горючими материалами потолок в кафе «Полигон». В заведении находились сотни людей. Пожар тушили 5 часов, у здания обрушилась крыша. В результате трагедии погибло 13 человек. Родные Станислава рассказывали, что он вернулся с ранением, полученным в ходе боевых действий в Украине. В Подмосковье силовики задержали украинку по обвинению в оправдании терроризма из-за постов в социальной сети о подрыве Крымского моста. 29-летнюю Юлию Тишакову задержали в Балашихе, сообщает Астра со ссылкой на источник. Девушка имеет двойное гражданство Российской Федерации и Украины, но постоянно проживает и работает она в России. По версии силовиков, Тишакова является автором аккаунта Холи Лапушка в Твиттер. 8 октября 2022 года в профиле появилась публикация с оправданием подрыва Крымского моста, из-за которого Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичном оправдании или пропаганде терроризма. В Свердловской области наблюдателям от общественных палат выдали методички, как распознать участников акции «Полдень против Путина». Из документов следует, что наблюдатели просят следить за скоплениями людей в полдень 17 марта, снимать участников на видео и передавать данные в полицию. Вычислять людей будут по наличию пацифистской символики, обсуждению акции и невном поведении при виде сотрудников полиции. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, ссылка в описании. Или сканируйте QR-код на экране. 25 февраля Мухаммед Джамбулатов принес цветы и портрет Алексея Навального к памятнику жертв политических репрессий в Махачкале. Позже его выследили силовики, выкрали из местного кафе и доставили в отдел полиции, где жестко избили и отказали в адвокатской помощи со словами «это не Москва», рассказал Джамбулатов. Полицейские били мужчины линейкой по голове и заставляли отказаться от медицинского освидетельствования. По словам Джамбулатова, полицейские отобрали у него телефон и по пути из РОВД в диспансер угрожали, обещая «если не откажешься, хуже будет». Затем ему назначили 11 суток спецприемника за уклонение от прохождения диагностики на наркотики. Объявление ракетной опасности и звуки обстрела в Белгороде. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших в результате новой атаки. Из-за участившихся обстрелов в приграничных территориях закрывают торговые центры и отменяют праздничные мероприятия. В Ростовской области отменены массовые мероприятия и празднования в честь Масленицы. По информации региональных новостных агентств, решения об отмене и переносе мероприятий связаны с проведением выборов. Также в связи со сложной оперативной обстановкой от масленичных гуляний отказались в Воронежской области. Власти Курской области объявили об отмене гуляний на Масленицу еще 7 марта. В регионе продолжает действовать желтый уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Соратники Алексея Навального запустили приложение, в котором случайным образом подбирается кандидат для голосования на выборах. Приложение Фотон 2024 генерирует один из четырех случайных результатов – Слуцкий, Харитонов, Дованков или Сделать бюллетень недействительным. Для того, чтобы узнать свою рекомендацию, можно также воспользоваться старым ботом умного голосования. По шесть суток ареста назначили еще двум волонтерам штаба Надеждина во Владивостоке. Активистку Анастасию Конькову арестовали из-за флага со свастикой в чате и оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за политического мема по статье об оскорблении власти. В штабе Надеждина утверждает, что аккаунт Коньковой в Телеграм был взломан. После этого силовики получили доступ к сообщениям девушки на основании которых и составили протокол против самой Коньковой и остальных участников чата. Еще одному волонтеру штаба Данилу Лаптеву также назначили шесть суток ареста в спецприемнике. Прокуратура Москвы предупредила об уголовной ответственности за участие 17 марта в несогласованных массовых мероприятиях на избирательных участках. Поскольку данные незаконные действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий разъясняем, что за их совершение статьей 141 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность, заявили в ведомстве.